Привет, меня зовут Павел Белинский, и это внеочередной выпуск, где я расскажу про испытательный срок, что это такое, чем это все регламентируется, и самое главное, почему зарплата на испытательный срок и зарплата после испытательного срока не может отличаться, если вам кто-то об этом говорит, то он нагло вам лжет. Вот, давайте послушаем аудиозапись, которая произошла у меня буквально полчаса назад с потенциальным работодателем, где, собственно, и выяснились некоторые моменты, которые я, собственно, в свою очередь хочу прокомментировать и отдать этому какую-то критическую оценку, и сошлюсь на Трудовой кодекс Российской Федерации, и расскажу, почему я так думаю, почему это так, чем это регламентируется, и что вам почитать самим на досуге, чтобы объяснить это себе и самому. Давайте послушаем мой чудесный телефонный разговор. Да, здравствуйте. Алло, Павел. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Яковлева, компания Анкор. По поводу работы вам звонил. Что-то вам наговорили? Да, давайте поговорим, хорошо. Да, Павел, я увидела вас в шутки на нашу вакансию электрик. Вот мы и там по этому поводу подробнее пообщаться. Давайте сразу скажу, о чем идет речь. Мое резюме на HeadHunter выглядит так, что я хочу устроиться на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования и прошу зарплату в 45 тысяч. То есть 45 тысяч – это зарплата, которую я хочу получать гарантированно в руки за вычетом или после вычета НДФЛ. То есть не 42, не 44, не 35, не 15 плюс премии, а именно от 45. То есть 45 гарантированно и все остальное. Так вот, об этом я в большинстве случаев и буду говорить. Окей, так, и по заработной плате от 40 детей, правильно я понимаю? Да, это то, что я гарантированно хочу уменьшить. Что касается функционала, что касается условий работы. Они предлагают специальное оформление по ТК РФ, штат компании Веркс, оформляетесь. Это бессрочно или... Это на постоянную, снова, да. По ТК РФ, ну как бы, их не с ним, штат, не последний. По ТК РФ. Бессрочно. Запомнили. Дальше мы это разберем. Есть несколько позиций касаемо трудоустройства. Нет, извините, это бесстрочный трудовой договор. То есть здесь... А также у них идет полосы белая заработная плата в форме оклада. Получается... Белая зарплата в форме оклада. Мы к этому вновь вернемся. Вот. А также у них идет полосы белая заработная плата в форме оклада. Получается на испытательном сроке. А у вас получается 42 тысячи рублей. Это уже на руки? Вот. После испытательного срока... Вот. А после испытательного срока... Который три месяца длится. У вас выходит 48. Еще раз давайте это послушаем. Катурально это гражданки. Да. А также у них идет полосы белая заработная плата в форме оклада. Получается на испытательном сроке. А у вас получаются 42 тысячи рублей. Это уже на руки? Вот. После испытательного срока, который три месяца длится, у вас выходит 48. Так что? Давайте теперь я вам расскажу, почему так не может быть. И почему я так думаю. И по крайней мере, на чем я основываюсь, высказывая эту точку зрения. Давайте поговорим. Если что, это мой контакт. Можете подписываться. Так. Давайте. Это мой инстаграм. Это мой основной канал. Подписывайтесь. Окей. Итак. Поговорим про понятие испытательный срок и трудоустройство бессрочное. То есть на постоянной основе. Теперь. Давайте поговорим про испытательный срок. Испытательный срок регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации за номером 197 Федерального закона статьи 70. Испытание на приеме на работу. При приеме. Итак. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. То есть при заключении трудового договора в нем по соглашению должно быть предусмотрено условие. Значит мы должны что-то еще, видимо, подписать. Или какое-то должно быть приложение. Поехали дальше. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. Приняли. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в отдельном, в виде отдельного соглашения до начала работы. Значит, для того, чтобы провести испытательный срок, а не просто бла-бла-бла, якобы у вас испытательный срок 3 месяца. Нет. Испытательный срок оформляется в виде отдельного соглашения до начала работы. То есть, дальше. В период испытания на работника распространяется положение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных и нормативных актов. Значит, вот это вот отдельное соглашение об испытательном сроке является тем же самым трудовым договором, потому что на период испытания работника распространяется все то же самое, что и распространяется на трудовой договор, заключаемый между трудающимся и работодателем. Дальше. Испытание на приеме на работу не устанавливается. Вот это важно. Потому как при этих случаях испытание не может быть заключено. В принципе. Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Блять, я вообще просто ксенофобия. Лиц, не достигших возраста 18 лет. Понятно. Потому что они не могут приходить на испытательный срок, потому как у них нет опыта работы, потому что они официально еще не туда устраивались. Лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. Грубо говоря, учился за счет государства, эксплуатательного срока не будет, тебя примут сразу. Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. Вы поняли. Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями. Передача трудящихся между фирмами действительно таким образом регламентируется. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. То есть, срок двух месяцев. Сейчас нам объяснят почему. Иных лиц, в случае предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором. Отдельные нас немало интересуют. Если хотите, можете это все изучить отдельно. Статья 70. Итак, срок испытания не может превышать трех месяцев. Именно поэтому сроком до двух месяцев тебе не дадут. Но опять же, не может превышать. То есть, до трех месяцев можно, выше нельзя. А для руководителя организации, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей. То есть, сверхсложная работа, в которую нужно вкуривать очень долго. Руководители филиалов, правительства и иных оспособленных структурных подразделений и организаций. Шести месяцев. Не превышать. Не может превысить шесть месяцев. Если иной не установлено федеральным законом. Итак, при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев, испытание не может превышать двух недель. Так называемый срочный договор. В срок испытания не зачитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Итак, теперь результат испытания при приеме на работу. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержим испытания. Решение работодателя работник имеет право обсуждать в суде. То есть, при заключении обычного трудового договора, либо работодатель вас, либо вы работодателя обязаны предупредить за две недели до фактического увольнения. При заключении соглашения об испытательном сроке за срок три дня. Прекрасно. За мой 12-летний опыт работы, ни разу за свою жизнь со мной никто не заключал соглашение об испытательном сроке. При неудовлетворительном результате испытание расторжения трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа без выплаты выходного пособия. Выходное пособие у нас, как правило, выплачивается а-ля пример сокращения. Действительно. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим, простите, испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. Значит, если после заключения соглашения, мы закрепляем, после заключения соглашения об испытательном сроке работодатель говорит «хорошо, нормально, продолжай работать», значит, вы официально трудоустроены по бессрочному трудовому договору. И ваша работа дальше, как и все ваши отношения с работодателем и наряду с судами и другого рода органами, как и трудовыми комиссиями, происходит именно по работе с трудовым классическим договором, бессрочным. Все. То есть, вам не нужно заключать еще что-то. То есть, вспоминаем, что соглашение об испытательном сроке работает с теми же самыми нормативными документами и актами, а также законами, которые также рекламентируют и работу по трудовому кодексу, то есть по трудовому договору бессрочному. Так же, как и. Короче, вы поняли. Значит, дальше, если в период испытания работник придет к выводу, что предложена ему работа, не подходит, короче, расторгнуть за три дня. Итак, еще раз. Дальше идем. Идем на 1С и спрашиваем у аудитора. Вопрос аудитора. Может ли зарплата на испытательном сроке быть меньше, чем после его прохождения? Вспоминаем еще раз, что испытательный срок работает так же, как и трудовой договор. Система оплаты труда, действующая в организации, устанавливается в локальном акте организации либо коллективном договоре и отображается в штатном расписании. В трудовом договоре в обязательном порядке указываются условия оплаты труда. А мы вспоминаем, что соглашение об испытательном сроке регламентируется всеми те же самыми законами и нормативными актами, как и трудовой договор. В том числе, размер тарифной ставки или оклада, должностного оклада работника, доплаты, надбавки и подчерительные выплаты. Кроме того, в трудовом договоре указывается и трудовая функция работника, то есть в трудовом договоре указывается на именовании должности и должностные обязанности. На самом деле, в нем еще много чего указывается, но это основа. Факт. Безусловно. Все, мы закрепили. То, что в трудовом договоре в обязательном порядке указываются условия оплаты труда, в том числе и размер тарифной ставки или оклада. Это мы говорим о том, как будет тарифицироваться работник. То есть почасово, почасово, по выполненному количеству какого-то продукта, либо оклад за время его проведенное на рабочем месте. То есть мы понимаем, что в договоре не может быть оглашено или оговорено сразу две тарифные ставки. Не может быть. Так же, как и в трудовом договоре, так же, как и в соглашении об испытательном сроке, не может быть указаны разные цифры. Потому что это уже считается мошенничеством. Поскольку в штатном расписании в обязательном порядке указывается должность работников, соответствующие им размеры окладов, то при принятии на должность работник должен получать оклад не меньше того, который установлен в штатном расписании. Оклад. Должностной оклад. Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых и должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Компенсационные, стимулирующие социальные выплаты, ну, кроме социальных выплат, стимулирующие компенсации и так называемые премии, вот, названные здесь абсолютно правильно, не обязательны к выплате, либо регламентируются договором. Но даже при указании в договоре различного рода премии и стимуляции, так же, как KPI и так далее, не обязательно. KPI напрямую влияет на остальные не являющиеся оклада денежные порчерения. Оклад – это штука, которая не может быть меньше. Она может быть больше, значительно больше, но тебе платят либо оклад, либо больше. Все остальное на усмотрение начальства. Хотите вы того или нет? Таким образом, устраиваясь на работу за полторы тысячи рублей плюс премия, все, что вам гарантирует работодатель, это полторы тысячи. Все остальное он платить вам не обязан. И более того, большинство объемов, которые внесены в различного рода вот эти самые компенсации, стимуляции, выплаты, премии и так далее, так же подтверждаются работодателям. Вы никак не можете на это повлиять. Вы выполняете свои трудовые обязательства перед работодателем, но работодатель их оценивает и говорит, что да, вы это сделали, либо да, вы это не сделали, поэтому вы деньги за это не получите. Поэтому я настоятельно, прям супер настоятельно рекомендую всем устраиваться максимально на максимальный оклад, а не устраиваться за 8 тысяч рублей плюс премия, и того вам обещают 67. Ну, чтобы вы понимали. Если по занимаемой должности устанавливаются дополнительные подчерительные компенсационные выплаты, которые зависят от выполнения работникам каких-либо показателей или от соответствия каким-либо критериям, то их можно не выплачивать на испытательном сроке. Их так же можно не выплачивать и при трудовом договоре на постоянной основе. Но делать это можно только если сотрудник не выполняет необходимые условия или не соответствует определенным критериям. То есть, как я и говорил, работодатель решает, вы выполнили все необходимые условия, вы выполнили все необходимые объемы, либо вы соответствуете этим критериям. В этот момент он может сказать, нет, в этом месяце ты не соответствуешь данным критериям и не выполнил все необходимое. Количественные, то есть, например, не имеет стажа работы в компании, не выполняет количественный или качественный показатель. Про всех тех, которые пишут мне, типа, я устроился на работу полторы тысячи плюс премии, получаю 80 тысяч и вуз не дую. До тех пор, пока работодатель будет считать, что платить тебе есть смысл. А потом будет платить тебе 60, потом 40, потом 20, потом 10, а потом две тысячи рублей и скажет, я и так тебе заплатил больше, чем на то, что ты согласился, поэтому свободен. И вы ни в одном надзорном органе не докажете обратное, что вам обещали где-то больше, потому что работодатель перед вами выполнил все условия и обязательства. Во всех остальных случаях зарплата работника должна быть одинаковой, как в период испытательного срока, так и после его окончания. Опять вспоминаем, что соглашение об испытательном сроке и трудовой договор не отличаются, по сути. А после испытательного срока, который может быть уменьшен или один раз увеличен, вообще не имеет никакой разницы, а является банальным продолжением. Если работодатель заключит с сотрудником соглашение о том, что оклад зарплаты на период испытательного срока будет меньше, чем после его окончания, то это условие не может применяться в силу части 2-й статьи ТК РФ, поскольку ухудшает положение работника в сравнении с нормами законодательства. Такой вывод сделан в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ 19.08.2019 года, два месяца назад буквально. Кроме того, установление на период испытательного срока меньшей суммы зарплаты, чем по его окончанию, может быть расценено ТК как нарушение трудового законодательства. За это работодателю грозит штраф. Если вам говорят, что на испытательный срок у вас будет одна сумма, а после испытательного другая, вы говорите, вы что, мошенники? Вы мошенники. Типа, так не может быть, так не бывает. Закон это не предусматривает, так невозможно. В России, в ТК РФ, нет предусмотрений касаемо двухтарифной оплаты. То есть, нет понимания двухокладных систем. То есть, нет договора, в котором указаны два оклада. Все, у вас есть четко оклад, на который вы соглашаетесь. Поэтому каждый раз, когда вам пытаются вменить какую-то дичь, вы говорите, ребята, нет, такого быть не может. Я знаю, так не работает. Либо, таким образом, мне, если указали на то, что у тебя будет 42 тысячи, я говорю, так, получается, мы будем с вами заключать два договора. Они говорят, нет, мы заключим. Давайте еще послушаем чуть-чуть. Просто мы закрепим. Я немножечко плавал в тот момент, когда мы разговаривали об этом, но сейчас мы все это делаем. Павел, все рассказала вам про компания. Павел, провязанности, про условия. В целом, что думаете? Единственное, что меня во всем этом разговоре не устраивает, это то, что я хотел бы иметь 45. Вот. А вы предлагаете мне работать за 42 первые три месяца. Сейчас, сейчас начнется методичка. Сейчас начнется работа на лоха. Прям методичка-методичка. Если вы не понимаете, что такое методичка, есть достаточно большое количество литературы, которая работает с методикой и мотивацией, и поощрений трудящихся, ну и так далее, корпоративный дух и прочее того. Так вот, есть классические методички, они, кстати, все изготовлены не в России. Так вот, сейчас начнется классическая методичка. Первые три месяца, да. А потом у них призрачную надежду получает 48. Нет, почему призрачную? Ну, потому что аквас, то, будет закреплен при заключении договора, и он будет определен. Так у вас, так у вас же в договоре будет прописано, что у вас на читательных 3.42 положит читательных 4.8. Мы уже узнали с вами, что такого быть не может, что так не бывает. Типа, это вранье, это наглая ложь. Так у вас же в договоре будет прописано, что у вас на читательных 3.42 положит читательных 4.8. В первые слышу, чтобы ТКРФ предусматривали систему двухокладной части. ТКРФ не предусматривает систему двухокладной части. ТКРФ предусматривает, что на читательных сроках у вас может быть другая сумма. Вранье. Вы сами только что все видели, что это вранье. Испытательный срок может быть только при соглашении об испытательном сроке. Либо трудовой договор. Я, наверное, воздержусь, ибо это уже... Сейчас опять начнется методичка. Странно, и 3 месяца работать за 42 тысячи, а потом, возможно, иметь возможность получать 48, а эти 48 будут, скорее всего, оплачиваться премиальной частью, которая... Нет, Пару, я вам говорю, у них здесь заработной платы в форме оклада. У них премиальные есть, конечно, но я вам озвучу именно оклад, потому что я не знаю, сколько у них трения. То есть, сейчас идет подлог, сейчас идет увод меня, то есть она все равно парит, что типа 42 на испытательный срок, 48 на после испытательного срока. Но на испытательном сроке мне будут платить оклад, который мне будут платить и дальше. То есть, со мной не будут перезаключать договор. И даже при заключении соглашения об испытательном сроке, перезаключение договора не требуется. Тогда придется работодателю отказаться от меня, то есть сказать, что я его не устраиваю, и заключить со мной другой договор. Но это же бред, это же дичь. Это зависит от результатов работы, поэтому нам озвучит только именно оклад, сотрудник. Я понял, но видите, мы уже начинаем не с той ноги, я хочу иметь 45 сразу, без танцев с бубном и без ожидания. Мне предлагают... То есть, вы не хотите устроиться на стабильное фармацевтическое производство с питанием? Стабильное, фармацевтическое, мы самая лучшая компания, мы молодая, перспективная, мы развиваемся. Мы образовываемся, мы занимаемся людьми. Мы ло-ло-ло, тра-ля-ля, ку-ку-ко и так далее. Это пошла методичка. Низкопрофильная, низкокачественная для очень, очень, блядь, непонимающих людей. Это методичка. То есть, она тебе рассказывает, какие они охеренные, что вот эти вот 3000 рублей, которые, ну там как бы это самое, они как бы... Ты понимаешь, сколько ты плюшек получаешь в итоге, а ты за каких-то там 3000, короче, там ввозишься, ёрзаешь, там это самое. Я не хочу начинать отношения с работодателем сразу со вранья. Понимаете? Если мне человек говорит, что я буду платить тебе 60 тысяч, плати мне 60 тысяч, да? Если ты мне говоришь, что будешь платить мне 15 тысяч, давай плати мне 15 тысяч. Но давай не будем соглашаться на 5000 окладов. Вы мне скажете, что я зажрался? Нет, блядь. Я не зажрался. Я за то, чтобы у каждого человека, чтобы права каждого трудящегося сохранялись, защищались и оберегались. Потому что трудящиеся и так сейчас являются людьми, блядь, не второго, не третьего, не четвертого и даже не десятого просто порядка. Это просто омерзительно, что люди, производящие, по сути, своими руками, головами и так далее, своими мозгами, производящие продукт, приносящие своему работодателю. Я понимаю, что капитализм, ко-ко-ко, как там говорил Дудь. Но, ребята, давайте уважайте себя. Я вам рассказываю, как. Три месяца всего лишь поработать на 3000 месяца. Опять методичка. Всего лишь три месяца поработает за 42 тысячи. Даже комментировать нечего. Потом у вас было плюсом. То есть вы хотите на 45, у вас, конечно, был 48. То есть будет питание, дымо, это разводки рядом с вашим домом. Как бы вы смотрите сами. Рядом с вашим домом. Для того, чтобы мне доехать до гражданки, мне нужно либо идти там порядка 6-7 километров пешком до остановки, где проходят эти автобусы. Либо ехать на метро. Метро у нас сейчас стоит 45 рублей жетон туда и 45 обратно. Там по подорожнику чуть дешевле. При пятидневке это все равно выходит достаточно кругленькая сумма. Ну, 2500-3000 рублей. То есть я все равно буду пользоваться так или иначе транспортом. 3000 рублей это только на метро. Еще плюс у меня маршрутки 30 рублей сейчас по моему району ходят, чтобы от метро доехать. Потому что от метро 2 километра до моего дома. Ну, зимой это прям очень неудобно, потому что у нас здесь ветра безумные просто. Холодина. Мы к этому прибавляем еще 1500 рублей. Итого 4500 рублей я буду отдавать исключительно. Исключительно на транспорт. То есть того я уже получу 38. А еще минус того, что питание у меня там, оно софинансированное. Оно не полностью мной оплаченное. Имя оплаченное для меня. То есть я там буду все равно платить по 90 рублей за прием пищи. Ну, вот считайте. Ну, две сотки в день. Потому что я там целый день буду проводить. Две сотки в день. 21 смена. Ну, че? Вот и еще мы. Сколько набираем? Ммм? Правильно. Еще 4 с копейками 1000 рублей. Дослушаем. И я закончу. Как вам комфортно? Если вы не хотите первые три месяца работать за 42, ну, конечно, тогда не стоит. У меня написано 45. Конечно, не хочу. Я же и написал об этом в своем резюме. Я думаю, что это уже неправильно. То есть это начало. То есть смотрите. Первое время мы получаем испытательный срок. То есть я три месяца, на меня будут смотреть каким-то образом. И если я вдруг не устрою, то эта стабильность сразу рушится. Вы понимаете, что такое испытательный срок? Сытательный срок есть в любой компании. Испытательный срок есть в любой компании. Во всех организациях есть испытательный срок, но не во всех организациях он как-либо оплачивается, либо как-либо документально закрепляется. То есть вы можете две недели, три недели, месяц работать бесплатно. Даже не трудоустроившись в данной организации То есть это будет вашим испытательным сроком Где вы будете работать бесплатно А по выходу вас просто вам покажут на двери И вы пойдете дальше То есть таких дурачков, как ты Будут приходить, приходить, приходить Они будут от них отказываться Они будут опять приходить Они опять будут отказываться, опять приходить Таким образом у работодателя будет поток людей Которые будут работать бесплатно И для работодателя это будет идеально Потому как большинство людей из кожи вон лезут Для того, чтобы показаться охеренным Чтобы тебя устроили на работу Вот я не из таких людей У меня трудовая книжка достаточно неплохо исписана С достаточно хорошим послужным списком Если вы не находите во мне нужных данных То спасибо, следующее Да, да, это так Вот человек, вы можете не пройти Ну да, безусловно Так если срок проходит, вы автоматически переходите на класс 48 Да Вы автоматически переходите на класс 48 Ты лжешь Ты лжешь Это наглая ложь Я не прохожу, но вдруг я не выжил Ну а вы везде можете не пройти Но как-то пацан с таким подходом Как-то искать место работы новое Опять Опять меня пытаются завиноватить То есть вы с таким подходом ищите работу Надо позитивнее мыслить Вот посмотрите, вы сразу думаете о плохом Это опять методичка Это пытаются тебя завиноватить Что вот ты думаешь плохо А мы вот думаем позитивно И мы знаем, что у нас все будет отлично Замечательно Надо думать Заебись Короче Нет Так опять не работает Это опять методичка И вас пытаются искусственно завиноватить Не поддавайтесь Принципиальный момент 3000 рублей Вот ребята Вот все, кто сейчас меня смотрят Вы готовы просто взять Вот так вот 3000 рублей И не знаю Ну что с ними можно сделать Вот просто взять И смыть в туалет Для вас это будет принципиальным моментом Или нет Ну просто вот взять И 3000 рублей И такой типа И все Для вас это будет принципиальный момент Я знаю, что большинство людей В России сейчас За 3000 рублей Работают месяцами Ну кто-то за 5 Кто-то за 7 Кто-то за 8 Некоторые работают за 10 Я знаю Достаточное количество регионов Где 10 тысяч рублей Считается очень хорошей зарплатой 3000 рублей Принципиальный момент Мы не отойдем В каком-то Одновременении Так скажем В чем мы можем С тобой сойтись Если ты меня Обманываешь сходу И Предлагаешь мне Попереть 3000 рублей Для того Чтобы потом Иметь 8 Это не вклады Это не МММ Это не Какая-нибудь Там скамнутая Не знаю Там Кэшбэри И так далее Почему я должен Попираться 3000 рублями Давайте вы Попрете в себя 3000 рублей Давайте вы мне будете Платить не 45 А 48 На испытательный срок Или давайте вы мне будете Платить Не 42 А 45 тысяч рублей Вы же заинтересованы В трудящемся Мотивируете его Скажете Вот 45 тысяч рублей То что ты проживаешь Мы готовы тебе предоставить Если будешь работать хорошо Будешь вообще Получить 48 Я такой Ооо Вот это уже интересно А так вы сразу Меня принижаете А это кстати Проверка опять же На терпилу Вот Согласен ли ты Попереть То что За что воюешь Да Многие мне говорят Ну вот Некоторые пишут мне 45 тысяч рублей Типа вот Пишут у себя 45 тысяч рублей В резюме А по факту Пишут 45 тысяч Не на руки А за вычетом НДФЛ Не знаю Таких людей Не знаю Таких людей Которые сразу Пишут комфортную Цифру Для работодателя То есть Они сразу готовы Работать за 39 тысяч И пишут Для этого 45 Но это же Вро Это враги Это ложь Это Короче Мы распрощались Не сработало Не сработало У девочки Меня раскатать По методичке Вывод Уважайте себя Свой труд Уважайте Уважайте Свои силы И время Потому как Время И в большинстве Случаев Здоровье Это Единственные Невосполняемые В вашей жизни Два ресурса Деньги Вы сможете Сработать Большие Или маленькие Но сможете А вот Здоровье Купить Вы уже Не сможете Потому что Здоровье Это штука Которая Не восстанавливается А время Это штука Которую Вы себе Вернуть Не сможете Спасибо Что смотрели Если вам понравился Ролик И был Для вас полезен Не забывайте Ставить лайки Подписываться На канал Там же Оставляйте Свои комментарии Если хотите Помочь Мне И Данному Каналу Финансово Все ссылки В описании И у вас На экране Огромное Спасибо Что смотрели Удач Добра Позитива И всего лишь Самого лучшего Пока